Я предоставляю слово первому докладчику. Стативка Антона Константиновича представляет Университет Синергии, заместитель проекта по исследовательской деятельности. Добрый день, уважаемые коллеги. Мой довольно короткий доклад будет посвящен вопросу, вокруг которого сейчас крутится вся основная информационная повестка, дискуссии в различных сообществах, в том числе и научному, что вообще происходит и как возможно научное сотрудничество в условиях санкций. Россия у нас буквально недавно вырвалась в лидеры по количеству санкций, которые наложены на нее странами из мирового сообщества. До этого лидером был Иран. Здесь представлено, что мы теперь далеко-далеко опережаем всех. Естественно, как только было объявлено о начале специальной военной операции, пошли дискуссии, как и во что нам встанут санкции. То есть понятно, что государством это уже озвучилось неоднократно, что будут помогать. Значит, какие здесь есть препятствия? Ну, понятно, финансы, они завязаны там и на закупку оборудования, и на оплату труда. Вопрос, конечно, привлечения иностранных партнеров, которые, да, кто-то уехал, есть в одностороннем порядке разорвавшие сотрудничества. Мы с вами знаем, что единичные, конечно, случаи, но они уже есть, когда отказываются принимать статьи к рецензированию или к публикации в научных журналах. Но, опять же, как показывает практика, там, прошедших двух месяцев, это, да, не повальная какая-то история, а единичная. То есть, помимо того, что введены какие-то экономические рестрикции в отношении государства, ну, представители отдельных стран из различных секторов, в том числе научно-образовательного сообщества, да, в феврале, там, марте, иногда многие на эмоциях, но впереди паровозов, что называется, да, предприняли резкие шаги. Отдельного внимания тут заслуживает, пожалуй, там, уход к ларивейт, о котором было объявлено лазевир, то есть то, что мы будем, наверное, отключены в самое ближайшее время, вот, наукометрических баз, конечно, повлияет на доступность. Ну, и, собственно, по разговорам с некоторыми своими коллегами по тональности, там, допустим, публикаций, там, в профильных изданиях или в каких-то там сетях, телеграм-каналов и так далее, иногда можно было столкнуться с тем, что, в общем, сейчас нам обрубят все связи, наука в России станет какой-то местечковой, мы закроемся, все захереет, и у нас будет полная чучхе. В связи с этим, вот, я решил посмотреть, а что происходит в целом, вот, ну, в некоторых из тех стран, которые заявлены на этом графике. То есть, я по понятным причинам не брал там Сирию, ну, потому что в воюющей стране довольно сложно говорить о науке. Значит, пять стран. Собственно, мы, Иран, который под санкциями находится довольно давно, Куба, Венесуэла, Северная Корея. Здесь представлен график доли публикаций в базе данных Web of Science на горизонте в 15 лет, при этом был исключен индекс ECI, ну, для большей сопоставимости, то есть здесь старые индексы Web of Science Core Collection, и взяты только два типа публикаций, статьи и обзоры, то есть для того, чтобы нивелировать, в том числе, там, известный конференционный взрыв в России, о котором тоже много говорят. Вот мы видим, что с 97-й год четыре страны, за исключением России, не очень-то видимы на мировой карте науки, но Иран значительно начинает наращивать где-то с середины нулевых годов объем публикационной активности. Там было несколько довольно крупных программ на уровне государственных органов, принятых 2005-2009, если мне память не изменяет, 2014 год, в тех условиях страна не стала полностью закрываться, хотя мы знаем, там, теократический режим, все дела, но, то есть, по сути, мы можем говорить о том, что научное сотрудничество там не прекращалось, страна не закрылась, и мы видим, что с 2019 года доля публикации Ирана в Web of Science старых индексах, она уже превысила долю российскую. С чем мы подходим к санкциям, конкретно Россия? Мы видим, что с 2012 года у нас начинается довольно резкий рост объема публикаций, понятно, что все это было запущено во многом в связи с майскими указами 2012 года, это и достижение доли 2.44 известная, и проект 5.100 здесь сыграл свою роль, вот светло-голубая линия, это как раз публикация 21 УЗУ. Мы видим, что резкий всплеск начинается именно с 2013 года, когда программа была запущена. В 2019 году начинается спад, потому что, по сути, программа вышла на финиш, в 2019 году университеты отчитались перед главным органом программы, им распределили последние деньги, и, собственно, все, дальше показателей не надо было достигать. Наукометрии в системе показателей проекта 5.100 было довольно много. То есть, вот этот прирост публикаций в 10-е годы в значительной степени был достигнут за счет УЗУ в проекта 5.100, но мы видим, что последние 2 года темп России во многом сохраняется, понятно, здесь свою роль внесла пандемия, то есть не 5.100 единым, что называется. А вот картина по четырем подсанкционным странам, за исключением России. Здесь мы с вами видим, что у Ирана действительно довольно большой всплеск публикаций, начинается с 2005 года, и, более того, растет международное сотрудничество, то есть количество статей с международным соавторством, то есть в условиях, когда на страну наложены санкции. Более того, Россия, это санкции точечные от отдельных партнеров, сообществ, Иран находится под санкциями, санкционированными софт без ОМОН. Северная Корея, здесь, конечно, не очень большой публикационный поток, ну, там своя специфика, чучхэ, но мы видим, что страна тоже какой-никакой публикационный поток выдает, при этом международное сотрудничество здесь идет. Венесуэла и Куба, здесь, Венесуэла, мы видим спад, но некий тренд на международное соавторство, он тоже идет. Причем там доля совместных публикаций с зарубежными партнерами, она действительно значительная. То есть, собственно, там какое-то сотрудничество науки, мы видим, тоже не прекращается. Здесь показано распределение по квартелям журналов, общее число публикаций страны, и, то есть, основная часть для Ирана и Северной Кореи, вот что интересно, составляют журналы высокого квартеля. Куба и Венесуэла здесь смотрятся немножко по-иному, ну, там и экономический потенциал у стран, не сказать, чтобы был довольно радужный. Но вот для сравнения распределение квартелей, когда мы говорим о публикациях, написанных в соавторстве с зарубежными партнерами. И здесь доля журналов первых двух квартелей, она значительно выше. Но это как бы стандартная практика для международного сотрудничества, то есть, международные коллективы, им довольно чаще проще, чем авторам из одной страны опубликоваться в каких-то высокоимпактных журналах. Теперь, что мы имеем по России. И здесь картина в плане доли публикаций в высоких квартелях, она, если мы берем все публикации, значительно хуже, чем у рассмотренных выше четырех стран. Но в части международного сотрудничества мы видим, что, опять же, с 2013 года начинается очень хороший темп роста публикации высококвартельных журналов. То есть, фактически, наращивание вот этого объема международного сотрудничества происходило за счет именно статей в высокоимпактных изданиях. Опять же, вопрос дальше возникает за счет чего, то есть, какую роль авторы играют в этих исследованиях. Вот здесь представлено сопоставление для публикации, где первым автором указан автор конкретной страны. Мы видим, что здесь, опять же, у Ирана довольно значительный размер показателя. То есть, для публикации в международном соавторстве практически 70% публикаций это именно авторы из Ирана. Понятно, там могут быть и двойные аффилиации, и так далее, и так далее, но, собственно, по сравнению с Россией, картин довольно наглядный. Тут надо также отметить, что Иран, когда запускал свои программы поддержки науки, они тоже были сконцентрированы на, собственно, базах, в том числе Web of Science, то есть, какое-то стимулирование научных сотрудников к исследованиям и публикациям действительно в признанных научных журналах, оно присутствовало. То есть, людей к этому подталкивали. Но, опять же, мы видим, что эффект по сравнению с той же самой Россией, он выглядит действительно впечатляющим. Вот зигзаги для Северной Кореи, они объясняются тем, что там действительно не очень стабильный публикационный поток, и из-за этого показатель очень сильно скачет. Теперь, что касается распределения по тематикам. В качестве предметной схемы здесь взята схема Citation Topics, которая присутствует в Insights. Это распределение по алгоритму, разработанному Лейденским университетом. Тоже довольно известная, наверное, картинка. Ну, понятно, что я ее там представил по-своему, но отражающая специфику именно структуры научных исследований России по сравнению с мировыми трендами. То есть, у нас стандартно значительное количество публикаций. Это, естественно, научная сфера, причем она практически, наверное, в два раза больше, чем в среднем по миру. При этом, то, что касается медицины и инженерных, наоборот, здесь всего поменьше. Социально-гуманитарные я не беру, но в силу их специфики и дискуссий, можно ли вообще на эту историю каким-то образом, ну, корректно применять наукометрию. Теперь посмотрим на то, что у нас у четырех подсанкционных стран. Мы видим, что в целом, ну, если не брать Северную Корею, опять же, в силу нестабильного публикационного потока, Иран здесь довольно точно следует мировым трендам. Ну, за исключением, пожалуй, медицины, но там тоже наблюдается рост. То есть, рост в медицине, рост исследований в инженерных науках, в IT, вот он во многом связан с тем, что страна, по сути, оказалась там отрезана от современных технологий, как в части производства техники, медицина, фарма и так далее. И, собственно, мы видим, что вот доля публикации в этих направлениях, она растет. То есть, государство таким образом решало задачу по созданию, ну, где-то, не сказать, что с нуля, но по развитию тех отраслей, приоритетный доступ к которым, к экспортно-компортируемым технологиям, товарам и так далее, от страны оказался отрезан. А вот так динамика выглядит в разрезе научных тематик. Мы видим, что здесь вот более наглядно показана медицина и инженерные науки. То есть, рост у Ирана, он как раз вот это связано именно с санкцией. И самое интересное, что, собственно, международное сотрудничество, то оно идет, собственно, с теми странами, которые, ну, не сказать, чтобы питались симпатии ни к Ирану, ни к Кубе, ни в Венесуэле, ни к НДР. То есть, мы видим, что основной публикационный совместный поток у Ирана происходит с теми же самыми Соединенными Штатами Америки. Венесуэла аналогично. Куба здесь в основном испаноязычный мир, это понятно, но к НДР в силу ограниченности экономических ресурсов, она полностью завязана на Китай. Собственно, Россия, да, мы видим, тоже ни для кого не секрет, что сотрудничество США из Германии. Соответственно, кратко тезисы изложены здесь. Подчеркну, что я бы не стал сейчас говорить о том, что все русской науке конец, она загнется, мы окончательно закроемся. Более того, исходя из тех решений, которые сейчас принимаются государством, тренды на то, чтобы полностью закрыть страну и перекрыть научное сотрудничество, запретить со всеми работать, этого нет. Скорее, эти инициативы исходят из других историй. Ну и кроме этого, научное сотрудничество, оно начинается не тогда, когда условно два ректора или директора научных институтов подписали соглашение. Оно начинается тогда, когда два ученых или группа ученых договорились с собой о взаимодействии. Соответственно, а когда этот интерес есть, собственно, обойти какие-то ограничения, нет, ну, препятствия есть, но ничего нереального нет. Ну, скажем, если у нас продолжают покупать нефть и газ, почему с нами не будут хотеть сотрудничать в научной сфере, тем более, что по ряду направлений, да, Россия имеет сильные компетенции. Ну, и отдельно хотелось бы отметить, что, собственно, сейчас, вот с учетом пересмотра подходов к оценке научной деятельности, возможно, мы будем наблюдать дальнейшее падение публикационного потока, но я надеюсь, это будет связано с тем, что значительное количество представителей научно-образовательного сообщества освободят от обязаловки по публикации в каких-то, скажем так, журналах. Мы с вами все прекрасно понимаем, что не все научно-педагогические работники могут проводить исследования и писать работы. То есть какая-то фокусировка здесь, я думаю, все-таки будет неизбежна. Ну, и бонусом призываю всех к оптимизму. Спасибо большое.